Здравствуйте дорогие друзья! Не знаю как у вас, у нас тут с утра сирены воют. Вы знаете, вы сегодня стоите перед Богом, начало нашей недельной главы Нецавим. И вот эти вот названия, вот начало эти слова, вообще сегодняшний раздел, он очень подходит к двум приближающимся праздникам. Рошашина и Емкипур. В Рошашина мы вместе встаем перед судом Всевышнего и отчитываемся за прошлый год, присягаем на верность царю на следующий год, пытаемся объяснить о своей позиции, рассказать, как мы будем хорошо себя вести в следующем году. И несмотря на трепетный страх, столь ответственный такой момент, несмотря на то, что мы осознаем, собственно, несовершенство, понимаем, что много не доделали, мы в глубине души верим, что приговор будет благоприятным. Вот почему Рошашина считается, как бы, несмотря на то, что это суд, очень радостным праздником и отмечается обильным застойлем. С такой же настроем, верой и оптимизмом надо идти по этим праздникам. Цель суда, она не такая, как земной. Земной суд хочет наказать преступника за то, что он совершил. Цель небесного суда совсем другая. И обратите внимание, нас судят не за прошлый год, как бы, а на будущее. То есть, понимая все, видя внутри, сможем ли мы измениться, это суд на будущее. Этот суд не для наказания, а для исправления. Можем ли мы еще что-то исправить, смотрит на небе. Видят ли, в какую историю нас поставят в следующем году. Ну, всем кажется, что на меня побольше, да, и здоровья, денег, там, да, да, да. Небесный суд видит глубже. Он знает, как действительно, в какую ситуацию нас надо поставить, что мы исправились в следующем году духовно. И чтобы помочь нам выполнить ту миссию, с которой мы пришли, обратите внимание, как мы говорим друг другу. Желаю вам доброго и сладкого года. И да будете вы записаны в книгу жизни, и будет эта запись скреплена печатью Всевышнего. То есть, о чем мы говорим? Мы говорим о будущем. Мы ничего не говорим. Прости нас за то, что там, да, об этом нет речи в Рошашина. Рошашина – это не день выпрашивания прощения. Нет, Рошашина – это день коронации. Второе – получение в его царстве новой работы на следующий год. И вот через две недели, сколько уже, меньше, недели там, сколько осталось, через несколько дней, там, семь, две, восемь дней, будут поставлены весы. И вот в это надо вдуматься. Человеку казалось, что он хозяин своей жизни, и все, ничего подобного. Да, вот в этот день встал вот такие весы. Заповеди лягут на одну из них, а грехи на другую. И счастлив тот, написанные мудрецы, кто сумеет сделать побольше заповедей, добавить в эти дни груза на эту чашку, кто сумеет воздержаться от грехов, уменьшить их вес. Это, кстати, не трудно совсем. Написано в книге Арбейну Йона, что за каждое раскаяние приходит прощение. То есть, любое сожаление, когда мы сядем, просто спокойно проанализируем прошлый год, и будем о чем-то сожалеть, даже крупицы страдания о совершенном грехе, уменьшают его вес, да? Так что все в этом плане намного проще. Сказано в нашей недельной главе не цовим, ибо заповедь, эта, которая заповедует тебе сегодня, она загадочная для тебя и недалека от тебя. Не на небесах, не за морем, близка к тебе, в устах, в сердце и так далее. Слово заповедь имеется в виду, в общем-то, верность Богу, верность соблюдения Его закона. Но что такое, какая-то такая, не за морем она, но в устах твоих, что это? Неужели кто-то мог подумать, что надо ехать за морем? На самом деле, в сердце и в устах каждого человека находится, вряд ли это далеко. Так о чем здесь разговор? Дело в том, что человек состоит из двух компонентов, тела и души. Если душа повелевает телом, то человек достигает таких высот духа, которые недоступны даже ангелам. Потому что ангелам легко вести себя по-ангельски, и ничего не мешает. Но если тело подавляет у человека душу, и вообще не слышно этого голоса души никак, если он взят в плен телом, и все кругом, животное только игогой или там и так далее, все, тогда есть проблема. Животному неведомый поиск интеллектуальный, тяга к мудрости. Когда человек теряет интерес к миру духовности, не оставляет хотя бы там себе какую-то тропинку, все, мир сам бесконечно удаляется от него и уходит в небеса. Но Тора даже и в этом случае дает шанс. Она говорит, что духовный мир, она пишет, очень близкий к тебе. Надо только, чтобы духовность опережала материализм, наши шкали ценностей. Посмотри, где что-то. Понятно, что человек будет что-то делать материальное, но оставьте что-то для духовного. И вот когда ты читаешь Тору, тебя к духу подымает. К духу. Сегодня самые главные слова сегодняшней недельной главы какие. Смотри, я предложил тебе сегодня жизнь, добро, смерть и зло. Выбирай. Выбирай. Наставят на развилку пути. Один путь – это жизнь, добро. Второй – смерть и зла. И нет третьего. Это вот единственное, что перед нами стоит. Это самое главное. И в недельной главе Еврошашана – выбери жизнь. Давайте выберем жизнь. Браховая слаха.